Подобные конференции, они очень важны. Если вопрос обсуждается, значит, это уже первый шаг к решению проблемы. Но проблема, эта проблема, она как некая болезнь, которая уже охватила мусульманскую умму. И больше, чем мусульмане, от этого никто не страдает в этом мире, потому что режут, взрывают, в основном мусульман. И проблема непосредственно касается именно нас. И раз так уж произошло, что болезнь нас поглотила, нужно искать лекарства. И первое лекарство – это борьба с невежеством, с религиозным невежеством. Порой люди путают эти два понятия. То есть, вроде бы, грамотные люди, когда есть грамотные люди, будет все хорошо. Но Ленин тоже был грамотным человеком, но много чего натворил. Поэтому важно именно уничтожать религиозную безграмотность, чтобы говорили настоящие мусульманские проповедники. Увеличить часы присутствия истинных ученых на федеральных каналах. Это очень важно. Также наладить образовательные центры для мусульманского образования, повысить грамотность знания арабского языка, чтобы не было потребности уезжать куда-то, чтобы можно было у себя на родине стать хорошим ученым международного уровня. И второе лекарство – это, как я вижу, создать некий союз мусульманских ученых, мусульманских богословов. Потому что, понятно, есть советы мусульманских ученых при каждом муфтиате отдельно. И количество муфтиев у нас прямо с геометрической прогрессией растет каждый день. Уже сейчас, если не ошибаюсь, 85. И, может быть, и будет увеличиваться. Но очень трудно собраться вокруг одного человека в данный момент, в данной ситуации. Поэтому я вижу, что проще будет на данном этапе собраться в некий союз мусульманских богословов, поставить определенные условия, чтобы этот человек знал арабский язык, имел высшее исламское образование, имел известные труды. И они могли собраться, пусть даже подерутся, поругаются, но с закрытыми дверями и выйдут уже с одним фикром, с одной мыслью. То есть это будет лучше для мусульманской умы России на данном этапе.